Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше занятие. В той и той недельной главе есть разные конфликты в семье и еще где-то. Давайте о конфликтах два слова. Если вы относитесь к происходящему более спокойно и взвешенно, то есть возможность погасить пожар ссоры в самом начале. Всегда можно найти компромисс, который будет отвечать желаниям сторон в результате какого-то там шага назад. Наши мудрецы находили возможность компромиссных решений даже для галактических споров. И, кстати, они утверждали, что компромисс прекраснее силы закона. Если для установления закона должно быть не менее трех судей, то для достижения компромисса достаточно двух. Для наглядности я расскажу короткую историю, о которой пара пришла к Магиду из Кожницы. И муж начал жаловаться. Моя жена каждую неделю готовит субботнюю трапезу потрясающий вкусный кугл. Я его обожаю. Столик мне только подумать о нем, и начинаю сходить с ума. Но знаете, что делает моя жена? Она мучает меня. Когда я... Вы думаете, я получаю кугл сразу после произношения кедуша? Никогда. Сначала она подает рыбу, потом бульон, потом курицу, покортое. Только тогда мой желудок уже полный, я не в состоянии съесть, и она приносит кугл. Мне кажется, что я должен с ней развестись. Жена на это сказала, моя мать так поступала, и я не имею права нарушать обычаи, впитанность с молоком матери. Магид из Кожницы предложил готовить на шаббат два кугла. Муж сможет отметить любимое блюдо сразу после завершения кедуша, а второй кугл будет подавать в конце трапезы. Как по обычаям жены. Оба были счастливы, муж и жена, и с тех пор в честь этого компромисса на субботний стол Магида из Кожницы всегда подавали два кугла. Причем один из них назывался шломбайс, кугл для мира в семье. Есть еще короткая история такая. Пришел молодой Аврех после первой недели свадьбы, говорит, Рэба, у меня в семье проблема. Какая? Вы понимаете, я давлю, она скатывает. Раф ничего не понял, потом оказывается, что тюбик зубной, он давил, а она скатывала. Что делать? Он говорит, знаете, купите два тюбика, один будет скатывать, один, и так они и вышли из этой ситуации. Знаете, вот когда совершается церемония бракосочетания еврейская, говорят, ты по законам Маше и Израиля. Никто не задумывался, почему именно законом Авраама, почему именно Маше и Израиля. Спросили одного известного раввина, и он ответил, известно, что Маше и народ Израиля находились в пустыне 40 лет. В течение этого времени между ними случались ссоры, распли, размолвки, раздоры, но несмотря на это, они не расставались и продолжали жить вместе. Хорошо, чтобы новые супруги поняли это, услышали и знали это в день свадьбы. Перейдем к нашим дням. Сейчас в очень непростое время люди становятся заложниками различных медиа. Черпают из них информацию, надеются на их компетентность, на честность. Я вам приведу короткий пример, как писали, чтобы сейчас не входить в политику, как писали во время Наполеона газеты. Например, когда Наполеон бежал с Эльбы и высадился на побережье Франции, столичная газета написала, что корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Наполеон собрал сторонников, взял первый город, и газета пишет, что людоед идет к Грассу. Прошло еще немножко, газета продвигается вперед, в смысле, Наполеон продвигается вперед, газета пишет, узурпатор вошел в Гренобль. Потом он приближается к Парижу, и скоро уже возле газеты тоже будет. Газета выходит с огромным названием «Бонапарт занял ли он?». И, наконец, когда Наполеон стоял в 10 километрах от Фантебла, написано «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». Поэтому пресса – это пресса, надо иметь свой рассудок, и голову надо опираться на духовное, а не поддаваться очередной иллюзии. Надо искать корни событий в духовной сфере, там истинные причины происходящего. В книге «Зар» наш мир назван «Алма-де-Шикра» – «Миром лжи». То есть мы живем в мире лжи и должны взаимодействовать с миром лжи. При этом Тора обязала нас отдаляться от лжи. Понимаете, то есть задача у человека очень нелегкая. Рахмаль писал, что главное в существовании человека в этом мире – это исполнение заповедей, служение Ашему и устойчивость в испытаниях. И мы должны знать, что в каждом поколении свои испытания, как постановлено свыше. А что такое вообще испытание? Это тест на проверку нашей веры. Это процесс или средство для определения подлинности вообще чего-то, для тестирования. И суть испытания в том, чтобы проверить нашу веру на подлинность. Каббала говорит, для того, чтобы достойно пережить определенные испытания в жизни, которые происходят, нужно понимать, что в каждой проблеме скрыто благословение. Именно через различные трудности к нам приходит возможность роста. Да, такой путь не всегда приятный, но не нам выбирать. Душа спускается в этот мир, видела, написано, весь свой путь и дала добро. Космонавт в полете не может передумать, он уже летит. Многие мечтают жить без каких-то трудностей, без сложностей, в тишине, мире, покое. Это действительно так. Мирная жизнь – это нечто высокое. Ему такой жизни нет места на нашей Земле. Обратите внимание, это мир испытаний. Здесь на Земле идет постоянная борьба добра и зла. Мало того, они смешанные, и иногда тяжело разобраться. В Торе уже было это, и в Торе, когда Яков попросил спокойствие, то пришли неприятности. Так происходит в этом мире. Говорят мудрецы, что когда встречаются трудности испытаний, человек не должен огорчаться или опускать руки. Пусть помнят, что за свои усилия он непримерно будет вознагражден и в этом мире, и в следующем. Нам надо в это верить, потому что, честно говоря, и других вариантов у нас нет. Брахава от флаха всего самого-самого лучшего. А Spider Rock Жизнь Алло Обренство